Конференции, диспуты, круглые столы, объединенные темой духовности и религии, мероприятия нередкие в стенах учебного заведения. Как правило, среди выступающих много тех, кто в ходе написания доклада, изучает ту или иную главу религиозной истории. Так случилось и с первокурсницей вуза Марии Прокопович. Разрабатывая свой доклад «Религия во время войны», студентка опиралась на исторические факты, а также на воспоминания своей бабушки. Я хотела бы показать, как люди переживали эти страшные годы, и на примере, как сегодняшний. То есть я провела небольшую статистику, поискала информацию в интернете, и есть небольшие такие периоды, что сейчас, чем тысячелетия назад, очень большое количество атеистов. И это показывает, что сейчас религия для людей не так стала важна, как раньше. То есть социально-политическая система вокруг, она стала очень давить на окружающую. И теперь люди стали пытаться строить свою религию в ответ на социальную систему. Сегодня институт церкви и государства идут в ногу по многим вопросам. Особенно это касается молодежной политики, в которой воспитание патриотизма и заботы о ближнем является важной составляющей гармоничного развития личности. Доказательство тому темы, которые были отражены сегодня в докладах, выступающих на конференции. Милосердие, благотворительность, семья и христианские традиции, а также истории храмов и церквей на территории нашего региона. Все это входит в категорию духовных ценностей, воспитывающих человека небезразличного к отечеству и друг другу. Здесь священнослужители бывают часто. Конференции мы проводим каждый год. И это, знаете, это дорогого стоит. Потому что, как вот только что мне показали альбом, когда молодые люди общаются с детьми, которые не имеют возможности общения с родителями, потому что или сироты, или родители лишены родительских прав. И вот мне говорят, что это молодежь. Как она тянется к тому, чтобы сделать доброе дело, к тому, чтобы помочь воспитать этих детей. А о чем это говорит? Это говорит о том, что человек нуждается в том, чтобы помочь ближнему. Это заложено в нем, в человеке, в каждом творцом нашим, Богом. Этот пример не единственный, который доказывает, что современная молодежь находит время задать себе вопрос о существовании Бога и с уважением относится к людям, нуждающимся в поддержке. Продолжением этой политики стало взаимодействие руководства технического вуза с Минской духовной семинарией, с которой студент держит постоянный контакт. Эта дружба духовного и светского помогает многим молодым людям осознать и понять свою роль в обществе. Молодежь в этом плане, она все больше и больше проявляет интерес, потому что мы, не только конференция у нас, она действительно, как его пресвященство сказал, она ежегодная. Мы начинаем учебный год и мы на день знаний, на посвящение студенты мы сразу приглашаем настоятелей церковных храмов, которые благословляют вот эту нашу молодежь и на учебу, и на работу, и во благо нашей отчизны, во благо наших друзей, родителей, во благо нашего народа. Виктория Дрогобецкая, Эдар Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.